Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с самого утра мы на финансовых рынках для того, чтобы подвести итоги минувшего дня и посмотреть, чем мы можем поторговать в ходе торгов предстоящих. Ну и в частности, сегодня у нас торговая сессия пятницы. Мы смотрим на экономический календарь сегодняшнего дня. На повестке Non-Farm Perils – ключевой релиз по состоянию американского рынка труда. Блок статистики – это и уровень безработицы, и количество новых рабочих мест, и темпы роста заработных плат. Здесь, наверное, на все изжоги, кто что хочет, тот может для себя выбрать в качестве ориентира оценки этого, скажем, сектора, крайне важного для всей американской экономики. Я давно уже пришел к выводу, что наиболее показательным из всех этих отчетов является статистика по темпам роста заработных плат. Почему? Потому что этот индикатор влияет на будущее значение инфляции, инфляция влияет на Федрезерв касательно решений по процентной ставке. А процентная ставка и вообще вектор монетарной политики США – это то, что сказывается на динамике доллара и на тех трендах глобальных, которые присутствуют на площадках. Помимо Non-Farm Perils, статистики по рынку труда США, которая выйдет в 16.30 по московскому времени, сегодня у нас также еще и блок статистики по рынку труда Канады. Тоже крайне важный отчет и важность сегодняшней канадской статистики определена вчерашними комментариями на пресс-конференции руководителя Банка Канады Стивена Полоза, который признал наличие сохраняющихся рисков глобальных на канадскую экономику, признал, что есть сектора, которые крайне уязвимы перед глобальной торговой неопределенностью, которая дисконтирует все эти риски, и также намекнул, что Банк Канады очень внимательно следит за национальной экономической конъюнтурой, за статистикой, параллельно держа руку на пульсе и готовности снова, либо, скажем так, регулятором, который очень долгое время воздерживался от решений, все-таки принять решение касательно осмельчения монетарной политики и снижения процентной ставки. То есть Полоз нам вчера намекнул, что очень многое будет зависеть от сегодняшнего релиза по рынку труда. Поэтому, друзья, сегодня мы снова с вами обращаем внимание на пару доллар-канадец, и в зависимости от того, какая выйдет статистика, будем уже действовать. Давайте поговорим о нефтяном рынке, который сейчас котируется, бренд на уровне 65-17. Повторюсь, что уже второй день подряд мы говорим о деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, и я этому, признаться, очень рад, друзья, потому что вчера также комментировал ситуацию, лучше поискать триггеры, катализаторы, впрочем, другого новостном фоне, но никак не в военных действиях, которые могли бы разгореться, если бы США приняли иное решение. Деэскалация, как вы знаете, это следствие того, что США не стали отвечать на атаки Ирана на военные базы американцев. Соединенные Штаты Америки не инициировали, не запустили полноценную военную кампанию против исламского государства. И в ходе своего нацобращения Трамп признал, что он против роста напряженности в этом регионе, и пока что США ограничатся санкциями. И важно отметить, друзья, то, что буквально несколько часов назад Палата представителей США ограничила, приняла решение об ограничении полномочий Трампа касательно его решений по военным кампаниям на территории Ближнего Востока. Это речь идет об ограничении военных полномочий. Мне кажется, это позитивный момент, потому что теперь стало еще очевиднее, яснее, что вот так вот просто ситуация на Ближнем Востоке вряд ли снова скатится в, скажем, фон, который стал бы причиной разговоров о росте напряженности. Что касается нефтянки и реакции трейдеров на деэскалацию напряженности, конечно же, поскольку снизился риск перебоев поставок, трейдеры стали нефтянку продавать. Раньше мы наблюдали ралли как раз на потенциальном рынке риски дефицита предложения на глобальных мировых площадках. Кроме того, панические настроения, разумеется, были подавлены решением все-таки США не отвечать. Ну и еще у нас был локальный релиз, это по запасам, которые, вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы, друзья, разумеется, снизиться, мы ждали, что это станет причиной роста. Запасы увеличились, очень странная динамика. Я думаю, что, как и во всех других ситуациях, когда речь идет об определенного рода несостыковках, скорее всего, прояснят картину уже следующей релизы, но к ним мы в будущем вернемся еще. По нефтянке, друзья, я бы пока что не торопился с открытием новых позиций. Давайте закроем сегодняшний день. Посмотрим, как будут обстоят дела касательно ситуации на Ближнем Востоке на выходных. И уже на следующей неделе, в понедельник, снова вернемся к этому фону и посмотрим, есть ли все-таки еще причины нам дальше оставить на рост котировок черного золота. Доллар иена 109.59. Повторюсь, сегодня у нас Nonfarm Perils. По ожиданиям количества новых рабочих мест составит 164 тысячи. По росту заработной платы 3.1% к данному выражению это мало, друзья. Если мы увидим 3.1% или даже хуже, это может стать, разумеется, причиной снижения курса американского доллара и причиной коррекции пары доллар-иена. Если вам хочется подорговать сегодня под отчет Nonfarm Perils, я предлагаю прям сделку селл-лимит по паре доллар-иена с уровня примерно 109.80. Евро против доллара 1.1108. Европейская валюта обречена на дальнейшее снижение. Очень тщательно мы накануне проанализировали состояние производственного сектора, потому что мы обязаны были это сделать после того, как получили еще один сигнал спада производственного в Германии. В ведущем локомотиве валютного блока там просадка в годовом выражении больше 6%. Тут же мы стали копаться в ситуации на рынке автопрома. Это ключевой, скажем, сектор немецкой промышленности. Volkswagen, повторюсь, BMW и Daimler в 2019 году продали 4,6 миллионов машин. Друзья, теперь самое интересное, это уровень 1996 года. То есть сейчас мы говорим о состоянии немецкого автопрома, которое было характерно для него четверть века назад, 25 лет назад. Это явный сигнал того, что промсектор остается крайне уязвимым. Это доказывает то, что немецкая экономика чудом избежала рецессии. В 2019 году, в 2020 году и также уже она сохранит проблемы, которые, скорее всего, заведут ее в это состояние. Нужно быть к этому готовыми. Также хочу отметить, что по евро сам факт отчаяния промышленного производства, его вряд ли можно сейчас связать с только лишь торговым конфликтом США и Китая. Я думаю, что тревожные сигналы, я уверен, вы согласитесь со мной, если немножко покопаетесь в динамике отчетов, стали появляться еще до того, как страны схлестнулись в этом торговом противоречии. Поэтому даже улучшение отношений между ведущими экономиками мира особо сильно на немецкий автопром не повлияет. Там системные проблемы связаны и с ценообразованием, с работой менеджмента и так далее. Ну и, конечно же, немецкий автопром, он все труднее удерживает конкуренцию на мировых рынках. Поэтому при таком, опять же, анализе промышленного сектора, ведущего звена промышленности, вы должны понимать, друзья, что если еще европейская валюта станет дороже, ну это уже совсем тогда, пиши, пропало для автопрома Германии. Поэтому ЕЦБ прекрасно это также понимает и позиционно будет толкать европейскую валюту ниже. Фунт против доллара 1.3081. Я жду роста британской валюты. Кстати, сегодня британец действительно набирает позиции против доллара. На следующей неделе у нас будут продолжены дебаты по правкам законопроекта касательно соглашения с Европейским Союзом. Будем следить за этим. В принципе, сейчас комментариев по Брекзиту будет все больше и больше. Я склонен полагать, что торговое соглашение будет все-таки достигнуто в рамках 2020 года, и это приведет фунт в район как минимум 1.35. Доллар канадец 1.3059. Сделку предлагаю с уровня 1.3010. Сегодня рынок труда. Есть вероятность того, что мы увидим слабые цифры. Соответственно, слабые цифры, как я отметил в начале брифинга, станут доказательством того, чтобы Банк Канады также примкнет к прочим регуляторам и снизит процентную ставку. Нужно ловить, использовать возможность, и тот уровень, который я озвучил, это хороший шанс войти в долгосрочную длинную сделку. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.